сегодня погода напоминает осенняя то есть это как будто уже глубокая осень такой еще снег первый только что выпал который вот-вот хочет растаять мы кстати снег продолжает еще идти очень грустно видеть тюльпаны лежащие в снегу такие вообще пригорюнились один засыпаны снегом в общем вот все вот так здесь у нас листва во всю жалко и все это уже засыпано снежком вчера снег шел всю ночь вот такие здесь у нас пейзажи вишенка в снегу называется пейзаж да вот в этом сезоне уже я ничего не успею сделать на улице ладно буду доделать тогда новую кровать под новый матрас стал бы уже забить не получится да и доски уже надо как-то доски перетаскать в теплое место еще вот такая погода сюрпризы природы ну и пишут что по всей россии такие аномалии в москве тоже снег выпал в сибири так вообще там сугробы что-то ужасное натворили с природой но это наверное часть программы по закрытию солнца эти мракобесы ученые борются с тем чтобы снизить потепление вот они пытаются занавесить солнышко чтобы она меньше грела и но это одна из теорий и таким образом вот сейчас погода меняется становится все холоднее для того чтобы якобы бороться с потеплением но это конечно же миф это потепление ничего нет никакого потепления все хорошо с природой если человек не будет вмешиваться все будет хорошо все катаклизмы я думаю что это от воздействия человека в бочках лежит снег да и здесь тоже грядки пустые как осенью единство что он зелень конечно отличает осень осени зелени столько нет сейчас все вот у нас так чеснок с клубникой под снегом все работы встали домик стоит холодный но там с окошечками сейчас так уютно еще вот наверху поставить и вообще остальные бы доставить вот здесь по контуру было бы здорово за ночь бочка полная набежала здесь у нас пакетик стоит нормально не течет доски закрыли целлофаном и их присыпало сверху снегом ну который не успели перенести лежат пока на улице вот такая погодка у нас это да снежно приобрел угольник свенсена для столярных работ вещь незаменимая ну и для плотницких тоже иногда подойдет очень удобная штука мне понравилось что здесь нет нарисованного ничего все выдавлено выцарапано грубо говоря литьем сделано соответственно более долговечно чем надписи которые могут и стираться вот сейчас пойду делать кровать корпус кровати пока на улице снегопад у нас идет можно заняться внутренними делами а ну для начала надо сделать попробовать промазать пеной на чердаке дыры в крыше в которой протекает у нас вода сейчас вот нагрел баллончик он тепленький такой пойду попробую пропенить крышу где у нас протекает то здесь у нас вот каждый дождь стоят два тазика но это пристрой не самом доме а в пристрой крыша протекает капает еще ох какая туча надвигается опять очередной снежный заряд очевидно да красота выглянул немножко солнышко посветила и скрылась и снова на нас движется туча но я пока в доме делаю каркас для кровати вот такой машинкой вибро машинка вибро шлифовальная шлифую доски у нее есть контейнер для сбора пыли очень удобно почти не пылит ну пылит конечно немножко но не так как если бы без этого контейнера сейчас последнюю досочку отшлифую и каркас готов к сборке каркас кровати все дело близится к завершению как обычно делаю все в первый раз но вроде получается посмотрим что получится в итоге сегодня ночью опять были заморозки ледок ледок на бочке образовался такой довольно таки толстый опять идет снег но мы солюшкой таскаем доски выглянуло солнышко но снег пока на земле еще не везде растаял но растение уже радуется все хорошо два куба второсортной доски у нас пока еще остались под навесом а этот первый сорт мы уже весь перетаскали осталось вот только два столба 100 на 100 все это досочки остались второсортная здесь с обзолом а брусья 100 на 50 мы солнышко перетаскали все уже в укрытие который первый сорт бортирую колесо у тачки камеру спускает надо достать и починить забиваем столбы с правой стороны участка продлеваем наш огородик тут олюшка стоит держит столбик с уровнем а я фигачу сверху кувалдой только закончили столбы забивать сеточку от нас и натянули и пошел снова снегопад вот такую сеточку сделали красивенькую все и пошел снова буря 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 вот это да сегодня у нас 9 мая это вот такая вот тут метель нижегородская область кусты мы срезанные ветки конечно же сжечь не успели как то так олюшка беги скорее в дом вот как говорится люблю грозу в начале мая но у нас тюльпаны под сугробами прямо натуральная метель 9 мая это вообще такого я не припомню в нашей жизни мигом налетела только что было солнце мигом налетела туча и все у нас за мило деревья стоят белые от цвета и снег летает пожалуйста вот так вот весна вот такая у нас погода в нижнем зеленая трава цветущие сады и снег валит все цветет ужас налетел снежный ураган и в миг все затихло осталось все вот такое запорошенное снежок идет 9 мая надо же вот так вот ничего мы не успели мы еще ничего не сажали все земляные работы свернуты пошел я доделывать кровать обрезали сегодня деревья остальные которые не успели замазали спилы перетаскали доски брус я напилил брус на беседку 100 на 100 столбы будут все это убрали первосортную пиломатериалы теперь первосортные все убрали что еще я пошел доделывать кровать осталось ламели сделать 10 досочек 180 сантиметровых сейчас напилю от шкурю их и все буду собирать кровать наверное посмотрим сегодня 10 мая последний мой день здесь 13 мне уже на работу тепло сегодня плюс 9 наконец-то морозы наверное уже закончились цвет тот что успел выстоять наверное будет работать а мы закончили забивание столбов ну по крайней мере определенный этап закончили сейчас завязываю только сетку там я поехал за водой на родник ветер сегодня метров 10 в секунду примерно такой мощный ветерок но погода радует солнышко хотя бы тепло уже 9 это все-таки не минус 2 плюс 9 это лучше вот забили столбы вчера по правой стороне олюшка натягивает сетку привязывать средств сращивает ее воды и вот до сюда здесь у нас будет угловой стол здесь пойдет сюда горизонтальная сеть все вот таким образом мы более расширим участок чтобы у нее была возможность работать с грядками в общем насаживать все не ютясь а наслаждаясь так сказать вот обратите внимание как бузина поникла от морозов это вот обрезанная там бузина большая не любит она морозы листочки у нее все повяли вот такая погода непредсказуемая лолюшки тачку с одним колесиком на лето чтобы ей было удобно между грядок кататься 3 700 колесико надувное 480 деленное на 40 какое-то большое колесо а мы укладываем пиломатериал это второй сорт у нас досочки ну часть такие хорошая часть с обзолом второй сорт укладываем на лето для просушки потом из них будем делать черновой пол да перетаскать надо два куба это сколько сто тридцать три доски примерно таскаем по две на плечах завтра уезжать а я собираю кровать собственной конструкции сейчас делаю каркас а на сегодня все надеюсь вам понравилось всем добра а